Люди, расскажите о самых запоминающихся встречах с незнакомцами, которых вы больше никогда не видели. Дело было на ночном рейсовом автобусе. К тому же он был экспрессом, поэтому остановок было очень мало. В автобусе было около 10 человек. Где-то посередине пути мы сделали остановку на заправке в небольшом городке, чтобы пассажиры могли перекусить, сходить в туалет и подвигать ногами. Я подошел к кассе в надежде купить себе поесть. На тот момент это должен был быть мой ужин. Но когда я протянул продавщице банкноту в 50 долларов, она сказала, что у нее нет сдачи. Выхода у меня не было, поэтому я просто вернулся на свое место в автобусе. Когда автобус отъехал, ко мне со своего места подошла милая женщина средних лет и вежливо спросила, может ли она сесть рядом со мной. Я сказал, что буду рад компании. Она села рядом и распаковала небольшую коробочку с ланчем. Эта женщина пополам разделила со мной всю свою еду. Она рассказала мне, что стояла в очереди в туалет и услышала мой разговор с кассиром. Мне приходилось сталкиваться с голодом, и я знаю, что это дерьмово. Я бы никому этого не пожелала, поэтому решила поделиться с тобой, сказала она. Когда мы доели, я в шутку спросил, может ли она разменять 50 долларов, и мы вместе посмеялись. Она досидела со мной до конца маршрута и оказалась не только щедрой, но и очень интересной женщиной. Надеюсь, у нее все хорошо. Я гулял где-то в западной части Лондона в выходные, пытаясь найти, где мне купить кепку, потому что день был очень жарким. Сзади меня позвала женщина и спросила дорогу до Чайнатауна. Я знал, где он находится, но не знал, как объяснить ей дорогу от нашего местоположения. Женщина была с двумя детьми. Вместо того, чтобы долго объяснять ей, как идти, я предложил проводить их. Они согласились. Я взял младшего паренька за руку, и мы вместе пошли в сторону Чайнатауна. По пути мы, я и мать начали разговаривать. Они были из Франции, мать азиатских корней, работала на французскую компанию на юге страны. Растила детей в одиночку, дети были на каникулах. Отец француз пропал из их жизни давным-давно. Мне стало слегка грустно. Такая прекрасная семья и без отца. Разговор был обычным, но поскольку я эмоционален, я даже немного всплакнул. В конце концов, мы дошли до Чайнатауна. До того, как я успел попрощаться, женщина предложила мне поужинать вместе с ними. Я удивился. Я был незнакомцем, мужчина 30 лет. И тут меня приглашает на ужин чудесная семья. Я по своей природе стеснительный человек, поэтому отказался, пожелал им хорошего вечера и приятного ужина. Она сердечно меня поблагодарила. Мы попрощались и разошлись. Где-то спустя 2-3 минуты я понял, насколько был глуп. Я вернулся и начал их искать. Слава богу, нашел. Они фотографировались рядом с аркой Чайнатауна. Я подошел и сказал им, что да, я с удовольствием поужинаю с ними. Ведь я был очень голоден. Она очень обрадовалась, и мы отправились в ресторан. Ешь все, что можешь. Я был счастлив на протяжении всего ужина. Мы ели, будто мы были семьей. Я также чувствовал, что они тоже были счастливы. Мы без остановки болтали. Мама переводила наш диалог на французский для детей. Поскольку они были без отца, на час я стал для них папой. С младшим я несколько раз ходил за добавкой. А старшему показывал дорогу до уборной. Мы доели и разделили чек. Я настоял, чтобы заплатить за себя сам. Когда мы вышли из ресторана, было уже темно. Около 10 часов вечера. Я спросил, куда они направляются. Женщина сказала, что в отель Хаммерсмите. Боже, это было очень далеко от Чайнатауна. Она явно была незнакома с Лондоном. И постоянно смотрела на карту. Лондон не самый безопасный город. Поэтому я предложил им проводить их до отеля. Мы стели на автобус и спустя 30 минут добрались до ближайшей к их отелю станции. Оттуда мы шли под сумерком еще минут 10-15. В итоге мы увидели отель и мне сразу стало как-то грустно. Мне очень понравилось проводить с ними время. Но пришел момент прощания. У вращающейся двери мы поблагодарили друг друга. И все дружно обнялись. Мальчики покричали, «Мерси, Муншу!» ровно перед тем, как зайти в здание. Я пошел обратно к остановке. Но перед тем, как завернуть за угол, я обернулся, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке. Я обычно не гуляю по Лондону так поздно, но этот вечер того стоил. Я буду помнить его всю мою жизнь. А вот фотография с этой истории. Бар в Нью-Йорке. Я был на первом свидании. Рядом сидел старый мужик. Был похож на бывалого рыбака из какого-нибудь романа. И он был убежден, что я и девушка, с которой я пришел на свидание, были уже женаты. Он не переставал говорить об этом. В какой-то момент мы сказали ему, что не женаты. На что он ответил, что нам суждено быть вместе и прожить долгую и счастливую жизнь. Он говорил об этом минут 15. Спустя год я и эта девушка поженились. И мы вместе уже почти 25 лет. Мне было 10 лет. И у меня была пара Хеллис. Это была крутейшая вещь на всей планете. Я всюду катался на них. И думал, что я четкий пацан. Мы были в Китае. Жили несколько недель в Пекине. Я катался на площади Тянь-Ань-Мэнь. Попал ногой в щелку. И потерял одно из колесиков. Час поисков не увенчался успехом. Я был внешне очень расстроен. Потому что Хеллис вещь, которая делала меня четким пацаном. Была уничтожена и практически бесполезна. Следующим утром я шел по этой площади по дороге к моим друзьям. Ко мне подбежал пожилой джентльмен и остановил меня. Он нашел мое колесико. Он сказал, что видел, как я катаюсь. Как я потом искал колесо и отчаялся. Он решил остаться поискать еще на час после того, как я ушел. На следующее утро он вернулся на площадь, не ожидая, что я пойду через нее. Но на всякий случай. Я даже не могу сказать, что кто из нас был счастливее. Я потому что вернул свое колесико. Или он потому что даже не надеялся увидеть меня на самой загруженной площади в мире. Я поблагодарил его и на этом все кончилось. Нам обоим нужно было куда-то идти. И мы разошлись. Несколько лет назад я со своей женой ездил в Италику, разрушенный римский город в нескольких километрах от Севилья. Руины были потрясающими и мы были там одни. Поэтому, когда мы вошли на арену амфитеатра через гладиаторские ворота, я резко выбежал на солнечный свет, скинул руки вверх и заорал Are you not entertained? Из гладиатора. Звук приятно разошелся по арене, отражаясь от трибун. Выяснилось, что мы были не одни. Я заметил японского туриста, уставившегося на меня в удивлении, который потом нервно улыбнулся. Сфоткал меня и показал палец вверх. Моя жена? Ты идиот. Несколько лет назад я был в Диснейленде и ко мне из ниоткуда посреди главной улицы подошла женщина и спросила, не хочу ли я с ней станцевать. Я не стал отказываться и следующие минуты провел, разговаривая и танцуя с ней, пока ее друзья снимали нас на видео. Оказалось, что у нее был день рождения и она гуляла по парку со списком задач и целей, что-то типа охоты за сокровищами. Одно из заданий было станцевать с незнакомцем. Я поздравил ее с праздником, мы попрощались и пошли по своим делам. Я даже не узнал ее имени, но каждый раз, когда я вспоминаю об этом, я улыбаюсь. Я ехал из Колумбуса в Кливленд. Дорога занимает часа два. Обычно я езжу в быстром ряду, поэтому обгоняю много машин. Где-то спустя 20 минут пути я заметил, что машина за мной та же, что выехала за мной на трассу. В итоге все два часа мы ехали вместе. Мы создавали пространство между нами, чтобы люди могли обогнать медленные машины. Мы постоянно следили, чтобы ни один из нас не отставал от другого. Когда я съезжал с трассы, он посигналил мне, улыбнулся и помахал. Это был самый приятный опыт на дороге за всю мою жизнь. Мой Nintendo DS поймал какое-то случайное соединение, когда я ехал в метро. Я поднял голову, попытался найти человека с Nintendo DS и встретился взглядом с дико напряженным пацаненком, сидевшим в нескольких метрах от меня. «У тебя есть покемоны?» крикнул он. «У меня и правда были установлены покемоны. С этого момента все было предрешено. В лоре покемонов, если тренер встречается взглядом с другим тренером во время своих путешествий, они обязаны побатлиться. И это произошло со мной в реальной жизни. Парнишка меня уничтожил. Все его покемоны были сотого уровня. Я чувствовал себя второстепенным злодеем из аниме, сражающимся с протагонистом. Я выходил из тренажерки и услышал звук падающей монеты. Внизу лежали два бакса, которые будто упали на меня откуда-то. Это было странно, потому что у меня не было с собой денег и я не мог ее уронить. Я ее подобрал, но все еще был в смятении, потому что не мог понять, откуда взялись эти два бакса. Когда я поднял взгляд, я заметил бездомного мужчину на инвалидной коляске, который играл на гармошке и мимо которого я прошел бы, не заметив, если бы не монета. Я отдал ему эти два бакса. Он поблагодарил меня, я сказал что-то типа «без проблем». И когда начал отходить, он сказал «хорошо, а у вас как дела?» Я решил подыграть. «Оу, отлично, где вы научились играть на гармошке?» Он рассказал мне, что раньше играл на куче инструментов, но потом у него случился инсульт. Он продемонстрировал, что одна из его рук больше не двигалась. Мы еще немного поговорили и я пошел по своим делам. Он был славным парнем и наша встреча сделала мой день лучше. Это был приятный и умиротворяющий момент». Я был на студенческом садовоческом туре по Европе в 1979 году. Стою на цветочном рынке в Мюнхене и вижу незнакомый мне цветок. «Женщина, обрабатывавшая его, не говорила по-английски, а я не говорил по-немецки. Я коснулся цветка, название которого я знал и произнес его на латыни. Она улыбнулась и кивнула. Я назвал еще один знакомый мне цветок. Ее улыбка стала еще шире. Я указал на незнакомое мне растение и посмотрел на нее взглядом, говорящим «твоя очередь». Она сказала мне его название на латыни. Мы не говорили на языках друг друга, но смогли объясниться на языке, который мертв уже тысячи лет. Крууть!» Я встретила хорошо одетого пожилого джентльмена на железнодорожной станции. Он завязал разговор о табло отправлений. Будучи 20-летней девушкой, я сначала засмущалась, но в итоге решила поддержать беседу, потому что люблю общаться с рандомными людьми. Разговаривать с ним оказалось очень просто и приятно. Я рассказала ему, что жду поезда в аэропорт, чтобы встретить своего парня из Гонконга, с которым я не виделась несколько месяцев. Он рассказал мне о своей жизни и прекрасной семье и был просто очаровательным. Он приехал в Лондон, чтобы забрать паспорт и поехать с женой на каникулы. Завороженно о ней рассказывал, что я улыбалась от умиления всю дорогу. В итоге мы проговорили полчаса и перед уходом он поцеловал мою руку, сказав, что всегда рад видеть влюбленную женщину. Я таки не узнала его имени, но я запомнила его навсегда. Я стоял на автобусной остановке рано утром. В это время обычно очень холодно. Каждый раз, когда я садился на автобус в 7 утра, я видел мужика. Он выглядел как строитель и всегда выходил на остановке около одной из больших строек рядом с университетом. Мы с ним общались максимум кивками. Одним утром в небе был фаербол распадающийся метеор. Мы оба его увидели, он повернулся ко мне и с супер серьезным лицом сказал, наши души теперь связаны навсегда. После этого мы снова общались только кивками, а когда я перестал посещать утренние занятия, я его больше не видел. Наверное, поскольку я все еще помню этот случай, он оказался прав и до сих пор троллит меня. А так как многие еще не подписались на мой телеграм-канал, который, кстати, находится в описании под видео, я еще раз про него расскажу. Там я выкладываю интересные, смешные и жуткие истории. Короче говоря, еще больше контента с реддит. Только самое лучшее, интересное и только на русском языке. Так что в очередной раз советую подписаться. Там, кстати, спойлеры выходят. А на этом все. Если видео вам понравилось, поддержите его лайком и подпиской на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А вот два предыдущих видео, которые вы можете также посмотреть. Спасибо за просмотр. Всем пока.